друзья приветствую с вами станислав магазин гироскутер shop вы на нашем канале сегодня для вас очередная новинка очередной обзор сегодня мы с вами познакомим новиночку от компании skyboard электроскутер far east 4000 поехали друзья что-то погодка нам на самом деле не дает на улице сегодня снимать поэтому мы переносимся магазин и в магазине продолжим поехали итак друзья забегу наперед сразу вам скажу что на я прокатился и честно скажу не побоюсь этого громкого слова в своем классе своем дизайне просто сногсшибательном это самый мощный самый скоростной скутер компания skyboard сейчас сделала ну скажем так я считаю кардинальную перезагрузку если сравнить например компанию skyboard три года назад и сейчас то есть сейчас совершенно новая компания это совершенно другая то есть наличие очень много запчастей различного формата от винтиков до болтиков да то есть начиная то есть это все у них есть на складах поэтому друзья покупая от компании skyboard и любой электроскутер вы не моему вы можете не переживать по запчастям что можно сказать об этом скутере ну что он классно для начала да то есть дизайн обратите внимание на его дизайн мне он лично напоминает дукатя есть скажем так аналоги да то есть которые ранее выпускались компания там джеки выпускала другие компании тоже таком формат такого же скажем так дизайна то есть здесь такая пустота пустотелая да грубо говоря такая сидушка но ни один из этих скутеров не мог похвастаться с такой мощностью как здесь потому что здесь у нас с вами мотор колесо идет на 3950 мощность и самый основной момент то что друзья 72 вольтовый и аккумулятор идет на 50 ампер часов и по заявлению производителя максимальный пробег на одной скорости на одной зарядке это 110 120 километров друзья согласитесь это внушительный внушительный пробег на одном зарядке поэтому ни один из сегодняшний день ни один из скутеров ни один из производитель не может похвастаться таким пробегом на одной на одном аккумуляторе но опять же друзья как и ранее говорил видео других на нашем канале что не любой пробег как и скорость зависит от многих факторов повторюсь это вес райдера манера изда и погодные условия конечно же поэтому друзья это нужно тоже учитывать итак максимальная скорость на этом скутере по заявлению производителя составляет 85 километров в час не буду забегать наперед сколько я на нем разгонялся вы посмотрите по ощущениям скажу так что реально очень близко к тем заявленным характеристикам которые заявляет сам производитель тоже тяговитость и набор скорости у этого скутера зашкаливает основные характеристики данного скутера вы сейчас можете видеть на своем экране нажмите на паузу чтобы детально ознакомиться с ней ну а мы пробежимся с вами об основных узлах покажем где находится аккумулятора да то есть и соответственно покатаемся обязательно итак друзья аккумулятор у нас находится здесь у нас с вами быстросъемный литий-ионный аккумулятор 72 вольтовый на 50 ампер часов вот такой вот большой чемодан здесь такие у нас с вами силовые кабеля на нем стоят соответственно с вами для того чтобы подключить подключаем зажигание здесь компания skyboard зажигания немножко они поменяли местоположение то есть в отличие от других классических скутеров то есть находится справа стороны сбоку поворачиваем вправо включается зажигание ну и соответственно скутер готов к езде что хочется сказать вообще у вас скутере самый основной момент что мне очень впечатлило это его безусловно динамика динамика и управление этого скутера заслужит отдельного внимания поэтому друзья я приглашаю к нам это зерев сразу же до приезжайте чтобы покататься на этом скутере попробуйте его ну и соответственно при желании приобрести если вы обратите внимание сейчас присяду вот смотрите обратите внимание друзья как работает передняя вилка отрабатывает все отлично то есть любые какие-то неровности ямы кочки будет проглатывать не почувствуете задняя подвеска у нас с вами она идет стандартного типа сейчас с подножки берем отрабатывать но ее можно регулировать мягко сейчас она установлена в режиме спорт но грубо говоря спорта то есть соответственно здесь можно регулировать мягкость и плавность как сказал ранее зажигание находится здесь мозги контроллер да то есть компания переместила skyboard вот сюда давайте сейчас снимем крышку крышка закрывается на замок и вот здесь у нас с вами находится контроллер принципе сделано на самом деле все компонентно красиво и аккуратно но меня друзья также обратите внимание что здесь вот если камеру передача сверху может быть здесь вот щели вот видите да вот они есть то есть это опять же то есть ввода отвод с точки зрения если вода попала стекать есть куда то есть поэтому здесь можно не переживать но опять же друзья рекомендую делать если будьте есть в влажные погодные условия то есть дождливы нашей компании вы можете обратиться сделать себя качество хорошей гидроизоляцию по доступной цене на что будет предоставить вам и гарантии конечно же друзья что могу сказать по этому скутеру максимальная нагрузка данного скутера позволения производителя выдержать 200 килограмм то есть достаточно очень большой я считаю ресурс нагрузки что касаемо самого байка веса веса немаленький это 110 килограмм то есть поэтому здесь нужно учитывать что при приобретает данные скутеры это не для города история да то есть ну либо если для города точнее вы берете то это не для того чтобы поднимать его в квартиру постоянно либо там на личной площадке оставлять на этаже то есть для этой техники по моему мнению нужно конечно нужен гараж то есть гаражный паркинг то есть тогда вот в принципе эта история будет уместно потому что 10 килограмм поднимать постоянно опускать то есть вы сами представляете что с вашей спиной станет поэтому друзья подойдет отлично для загородных поездок для коттеджных поселков да если вы живете загородным например и хотите красивый эффектный скутер но при этом на бензиновый пока не готовы и не хотите то есть или там права получать то здесь права не не требуется то есть требуется только категории м который выдается 14 лет соответственно вы можете уже эксплуатировать спокойно данный скутер что еще хочется сказать по этому скутеру это обратите ваше внимание на оптику оптика здесь у нас вами стоит диодная при зажигании включение зажигания загорается габарит ну и кнопка включения основной фары фара светит достаточно неплохо данный скутер снабжен у нас с вами поворотниками спереди и сзади обратите внимание то есть поворотники в принципе тоже играющие сейчас компания skyboard молодцы года на три или четыре назад когда мы снимали там обзор на полноприводный скутер skyboard ски и там были поворотники такие знаете примут похоже на на ежак сзади у вас видите стоит габарит он же стоп-сигнал диодного формата по крылу заднему честно скажу пока вот дождливого не эксплуатировали как раз период времени что прям по лужам но учитывая что сейчас вот смотрите камера сейчас если передаст где заканчивается крыло и вот колесо да то есть если сзади пассажир будет сидеть и ехать в дождь то по моему опять же мнению и исходя из просто теории физики лететь будет все назад на спину поэтому друзья здесь я рекомендую доработать либо брызговичок сделать либо там нарастить пластик можно это сделать но принц при желании вы можете обратиться к нам мы тоже это реализуем любой уровень сложности любых работ мы это можем воплотить реальность у скутера имеется в комплекте чехол защитного дождя зеркала которые уже установлены на скутере инструкция на русском языке и гарантия гарантия 12 месяцев но и самое главное немаловажный фактор это зарядное устройство зарядное устройство здесь конечно skyboard удивили ребят такая вот махина как вы думаете на сколько ампер на 10 ампер часов то есть учитывая емкость аккумулятора 50 ампер заряжать вы будете 5-6 часов данный скутер с 10 ампер на зарядкой ну и набор ключей для подготовки скутера к эксплуатации поговорим о системе управления принципе система управления стандартно здесь ничего так нового не придумано на принципе наверное не нужно на сегодняшний день тормоза давать под тормозам тормоза стать гидравлические в стиле skyboard принципе с прозрачными бачками ручки регулируются по длине руки то есть можно настраивать как на ребенка так и по взрослого слева направо на с вами идет система управления блока света и звука то есть система ближнего дальнего света включение фар поворотники тумблер звуковой сигнал здесь мы с вами видим жидко-кристаллический дисплей с индикацией всех возможностей этого байка то есть это дальний свет ближний свет индикация поворотников режимы скоростей здесь указано бортовой компьютер на 4 скорости но при этом у самого скутера всего три скорости также индикация зарядки да то есть спидометр сколько вы проехали и максимальную скорость у вас показывает ну и конечно же наличие каких-либо ошибок которые выскакивают вдруг в случае не дай бог какой-то поломки он соответственно также отображает на скутере необходимо стоит большая хорошая подножка в этом плане да то есть почему акцентирую на это внимание потому что на скутерах которые с большим клиренсом раньше стояли знаете такие хлипкие достаточно подножки из он завалился тут соответственно мощная хорошая подножка плюс к установлена на система безопасного движения то есть сейчас скутер включен стоит на подножке нажимаю газ он мне не едет убрал подножку все он начинает двигаться с посадка достаточно принципе удобная практически харлиевская посадка если еще немножко вперед то точно было бы харлиевская также имеются такие же подножки для заднего пассажира поэтому вдвоем здесь будет есть достаточно комфортно да спокойно можно сесть но самое главное друзья не рекомендую облокачиваться или давать нагрузку вот на этот багажник потому что он сделан достаточно хлипковато да то есть поэтому кто-то может подумать что можно втроем либо соответственно кто побольше сделать нагрузку сюда и соответственно есть вероятность того что можно просто ее сорвать с точки зрения что-то сюда прицепить какой-то небольшой там шлем например да или еще какие-то такие небольшие вещи натянуть там сеточкой такой мотоциклетного типа то это проблем не составит ручка сделана специально для того чтобы задний пассажир держался но друзья с точки зрения опыта мотоциклетного могу сказать так что не надо заднего пассажира держаться какие-то такие ручки а лучше обнять водителя это безопаснее это надежнее поэтому друзья передвигайтесь именно так сейчас измерим клиренс данного скутера давайте измерим сначала центральную часть а потом вот по эту часть мы измерим потому что здесь тоже клиренс съедается здесь мы с вами смотрим ровно вроде стоит 26 сантиметров получается теперь в этой области здесь у нас с вами уходит 20 сантиметров здесь кстати обратите внимание на с вами находится табличка с серийным номером данного скутера ну и соответственно указана его мощность друзья ну что мы вернулись в магазин на улицу дождь закончился поэтому друзья сейчас покатаемся поездим немножко дадим вам обратную связь поехали ну что друзья сейчас будем тестировать новинку от компании skyboard пар из 4000 спорт посмотрим как себя идет на дороге как управляется достаточно плавная езда если честно могу сказать и принципе сам по себе данный скутер он очень похож на другие аналогичные тоже были от отраски производителей джеки тоже и других там брендов скутеры сделано на базе визуально дукатти очень классного эффект визуально и набирает скорость но при этом набирает скорость очень 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 плавно и тяговица хорошая чувствуется но по спидометру 70 набрал но это спидометру честно скажу по ощущениям плюс-минус практически также поэтому друзья могу смело сказать вам что реально очень нравится как он идет очень интересно что хочется еще дать жару на нем тормоза отрабатывать великолепно прям супер 77 километр показал мне ну и по ощущениям друзья честно скажу прям хорошо тянет поэтому смело могу сказать что 60 где-то да то есть так по ощущениям просто люблю мотоцикл на мотоциклах и держу по ощущениям 78 60 точно набрал то есть если там есть небольшой зазор по разнице по факту спидометра и гпс а извиняюсь друзья не судите строго чё-то я сегодня прям не подготовился с точки зрения замера скорости но тем не менее по ощущениям прямо у тебя 60 65 точно может набирать да нет даже вполне возможно ближе к 70 все может быть мне очень нравится посадка на этом скутере посадка прямо отлично очень комфортно очень удобно с вами попробуем проверить подвеску по ощущениям как она будет отрабатывать но я сразу чувствую что будет огонь потому что еду час и утром все комфортно мягко да друзья ну конечно сидушка бы помягче бутылок а так подвеска отрабатывает ну что друзья вот мы с вами познакомились с новинкой от компании skyboard фар из 4000 мне интересно ваша обратная связь оставьте пожалуйста ваши комментарии как вам этот байк понравился чем понравился что хотели бы добавить в общем мы жду от вас обратную связь потому что снимаем специально друзья для вас делимся нашими нашим мнением нашими эмоциями поэтому друзья не судите строго буду вам признательно за лайки и за комментарии подписывайтесь и ставьте колокольчик дальше будет соответственно новинки нас тоже дальнейшем очень много интересного ну а с вами был ваш верный друг станислав всем удачи пока пока пока